Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Речь идет о бесноватом, когда Господь возвращался. Дух его схватывает. Какие признаки? Сын скрикивает, он его терзает, сыну спускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Но Господь говорит, приведите его сюда. Это все слышали. И при том не раз. А вот теперь посмотрите по этим признакам. Встречаются люди или нет? Вот как узнать? Ну, я решил посмотреть такое слово, взглянуть. Мы тоже, когда болеем, желаем, чтобы нас кто-то осмотрел. Специальный диагностический центр, определенный порядок, вымеряет давление, глаза болят, глазное яблоко. Внешне-то мы то же самое делаем. А по отношению души, как часто больных приводят к кому-то и скажут, поговори с ним, узнай, что его не хватает. Это редко-редко, когда кто скажет, все нормально, какие дети растут неверующие, ну нормально же, а работает на работе. Внучья-то, внучки растут. А зато он говорит, вот здесь-то и надо было стонать и плакать. Когда человек начинает болеть, на край света едут, ездят лучших врачей, дорогие лекарства покупают. А если, говорит, начнет бесноваться человек, всех найдут. На вершины гор тащат, где там один монах забился, может быть он и злечит. А когда сын живет развратно, и так, говорит, молодежи и должно жить, как все, никто не беспокоится. Как живут студенты-то? Вы слышали, когда тут потерялись девушки в университете, то всех расспрашивали. Оказывается, тайно приезжали в Потеряевку, было предположение, что девчонки у меня там находятся. А я даже про это не знал. Мне рассказали, говорит, в ФСБ работала с колдунами, что вы в жертву-то приносите. Он говорит, ну если мы приносим, у нас только девушек приносят. А где вы их в институте найдете таких-то? С нас это снимите обвинение. По одной причине. Так вот взглянуть надо. Посмотрим, что Слово Божие говорит об этом. Но прежде чем взглянуть, надо привести. И Господь говорит, приведите его ко мне. Привести человека надо не только в церковь, а к Слову Божию. Привести его на молитву. Вот когда человек жалуется на что-то духовное, ты скажи ему, ты хочешь помолиться? Интересное состояние. Некоторые люди отчаянно сопротивляются молитве. Говорят, почему? Ты же никогда не испытывал этого. Давай идем, никто нас не видит, двое в степи, помолимся, встанем вместе на колени. Ты же на коленях в неделю-то уже три раза бывал. Как-то запил, так по канавам ползаешь. Тебя забирают. А тут-то мы аккуратно встанем и поднимемся нормально. Нет. Деяние апостола, 19 глава, 16 стих написано. И бросился на них человек, которым был злой дух. И что он сделал? А он их раздел. Я думаю, почему он раздел их? А он привел их в исходное состояние, какими люди были в раю. Он показал им, какие они должны быть. Тут тоже есть какой-то смысл. И они оттуда выбежали, ничего не могли с семеро с одним сделать. Бывают несогласованные действия, но у родных-то братьев они могли договориться, ты за руку ухватись, а я за другую, а третий за ногу. Ничего не сделаешь. Потому что это легион. Люди, когда противятся истине, что-то говорят. Они не сами говорят. Вы научитесь в это время молиться и смотреть, что за ними происходит. Вот сегодня пришла газета и рассказывает про Льва Толстого, когда он буквально бесновался, поносил таинство церковное. А жена ходила в церковь, сестра была монахиня. А он начинал бесноваться, бегать, кричать. И она говорит, какой страшный за тобой. Он сразу за столом сидит, оглянулся. А кто? Он его не видит. Она его видела и говорит, демон, демон, не один, много за тобой. Вот откуда все эти злые учения. И когда люди сегодня пытаются решать, благодать, не благодать, в глазах открылись, мы бы увидели, сколько демонов под этим человеком заставляет что-то делать. Вот мы считаем святого Мартина. Он епископ. Поднялся один дьякон. И на каждом шагу худые слова говорит, поносит его и все. Где бы ни увидел, епископ нападает, а сам всего лишь дьякон. А он поднял глаза, смотрит, а там на холме стоят двое черных. И ему показывают, маящат, что она говорит на епископах. А он их не видит. А они ему передают сигналы по мобильнику по своему. И он говорит, вот придет время, когда ты будешь священнослужителем, вот это ты испытаешь. А у него так и получилось. Его дальше выше рукоположили, а на него такой же поднялся опять. Что сеешь, то и пожнешь. Поэтому, если не почтение детей к родителям, вспомни, как ты относился. Лука, 5 глава, 5 стих. Бесноватый был всегда в горах и в гробах, и ночью и днем кричал он и бился о камне. Почему они были раздеты сами-то? Скажут, а где известно? В 15 стихе он говорит, ты увидели, что он сидит у ног Христа одетый. Отсюда вывод, что он был раздетый. Бесноватым ничего. Почему сегодня так все журналы, все наполнено раздетые? Говорит, это беснование. Это дух блуда всех раздел. Но одно и то же, одно и то же, разницы никакой. Ничего нету. То есть впереди и сзади. Ни в одной я не видел три груди на картинке. Нигде ничего нет. Другого-то. Ни четыре, ни сзади, ни на голове. Все то же самое. Голову закрою, получится то же самое. Один и тот же демон все раздевает и все. И вверху, и внизу все одинаково. Для чего это делается? Не то, что людям смотреть, а чтобы человек был виновен в соблазне, в грехе. Притом все знают от взгляда, как она потом болеет, будет женскими болезнями. Это беснование. Это не просто так решили, они привезли культуру какую-то с Америки. Демоны вырвались на свободу. И вот вы увидели, сейчас бы если человек обратился, он бы сидел одетый. Евангелие от Матфея 9 глава 2 стих. Принесли Господу расслабленного. Я думаю, как он себя вел? Ведь он не сопротивлялся. Однозначно. Он не падал в постель, не вырывался, а он шел. Вот болезнь, когда духовная у человека, он не хочет идти. Его зовешь, даешь на вот это, почитаешь что-нибудь. Ну посмотри, тебя как так... Он не хочет, он все отвергает. Он ведет себя намного хуже больного. А сегодня нужно каждому человеку доказывать, что он больной. И попробуй докажи ему, ты духовно больной. Нет, не больной, это ты больной. Книга Иова, 31 глава 4 стих. Он говорит, что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Вот это надо помнить. А сейчас на земле человек дошел за состоянием, что если бы Бог сейчас взглянул, и куда? Что бы со мной дальше было? А на суде-то Божьем придется так предстать. Господь говорит, приведите его ко мне. На суде-то Божьем приведут. Все предстанут до одного буду стоять. Евангелие от Марка, 8, 33. Христос взглянул на учеников своих и сказал Петру. Сразу его высветил, кто он такой? Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Я опять отношу к тому. Когда люди спорят сегодня о благодати, они никогда, ни один, не показывают на Священное Писание. Они думают о том, что человеческое. На каноны какие-то, которые каноны прямо ничего не говорят, этой патриархии даже и не было, совсем даже близко не подходит. Никто не объявлял. Вот полное безумие, как беснование. А почему вы не говорите? Я никогда этого не говорил. Я говорю о недостатках в церкви. Я и должен это говорить. В те годы мы говорили о том, что у нас больше всего касалось. Это на русском языке непонятно. Неправильное крещение. Ну явно неправильное. Торговля в храме. В Покровский собор мы ходили. Но мы ходили, ходили, исповедовались, постились и причащались. Мы говорили, почему нет оглашения? Почему оглашение, извините, не выходит никто? Но мы это все добились, мы это сделали. Но никогда, ни один человек из нас, никогда, я думаю, что даже и в мыслях у нас не было, как Златоут говорит, даже не подумали сказать. Это дело Божие, это сокрытое полностью. Ну не такой священник, не такой, а я признаю на нем благодать. А кто такой? Ты-то такой? Ты за собой сначала посмотри, с утра до вечера жизнь со своей пройди. И как бы ты на его месте еще поступил? Это не оправдывает его. Но однако сокровенно принадлежит Богу. Евангелист Марк 10, 21. Иисус взглянул на него, на юношу, и полюбил его. И говорит, одного тебе не хватает. А что не хватает? Продай, раздай. Я стал думать дальше. А ведь, Господи, это касается не только богатства. Сегодня большим богатством считается за большие деньги, приобретенное образование, знания, посты. Господь говорит, раздай это все. Ты прими Господне. Ты совершенно выкини себя, чему ты был научен, что тебе сказали, подсказали, каноны. Ты в Слово Божие вникни. Повторяю, ни один человек на земле мне еще не показал, по Слову Божию, что церковь безблагодатная. Даже намека на это нигде нет. Иисус взглянул на Захей и говорит, Захей, сойди скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя. Я на одну тему сегодня хочу сказать, чтобы нигде никогда не сказали на церковь, целиком на церковь, что нет благодати. И он осознал тогда себя, когда зашел к нему Господь. Вот теперь я все раздам. То есть все свои знания, научения, где ты был, может ты в монастыре, все это выбрать. Сегодня Господь к тебе зашел, а Господь сегодня приходит через Слово Свое, через Святой Евангелие, через Библию. Лука 20.17. Иисус взглянул и сказал, что значит сие написано. Камень, который отвергнет. Иисус значит взглянул, а потом сказал, что значит сие написано. Это не только это написано, а все в Священном Писании. Он говорит, церковь моя до конца мира не сокрушена будет, врата ада не одолеют ее. Ты это никогда не считал? Да церковь раздана в одном человеке. Откуда ты знаешь? Даже святые люди, они очень сильно ошибались. И Илья жалуется Богу. Господи, пророка всех до одного побили, а один я остался. А Господь говорит, не знаю, что у меня 7 тысяч здесь еще скрытое. Вот это ошибка была. Да какой процент правды ты у него был-то? У него тысячная доля процента правды у пророка Ильи была, а что у тебя, если ты судишь? Никого нигде нет? Да откуда ты знаешь? Я был в Латвии, когда обратился, рядом жила католичка, ходили ее, ее при жизни звали святой. Иоанн Шанхайский, который ходил по улицам, но ходил-то почти босиком. И когда один католический священник говорил о том, как действует благодать, как люди обращаются, как делаются святыми, а студенты ему говорят, ну это было раньше, а сейчас где? Он подвел к окну и говорит, посмотрите, вон идет православный. А он епископ был, святой. Католик не должен был это говорить. Я скажу про католичку, мать Тереза, при жизни называлась живая святая. Ты на ее дела посмотри, что Господь ей давал. В мире не было ни одной трагедии, куда бы она ни проникла. Те, которые рядом с ней соприкасались, чувствовали благодать исходящую, благодать в подлинном смысле, благодать молитвенную. Она не проповедница была, никто. У нее слово утешения было, подойти, сказать и взять за руку. Мы должны попытаться дать людям достойно умереть, говорила она. Жить уже мы не сможем им дать, они уже умирают. Как ты можешь определять, если там есть рукоположенные пастыры? Ты все время молись, Господи, и отвергну ты, и не отвергни. Наша задача в этом и состоит. Не суд выносить. Прежде суда, откуда ты знаешь, Бог придет и откроет сокрытое во мраке. И каждому воздаст по делам его, тогда, не сегодня. Как будто одного человека, вот сейчас послушаешь, одного человека на весь Алтайский край Бог избрал, больше никого нет. Дойти до полного отречения от Бога, не понимать, о чем говорить. Евангелист Лука, 21 глава, 1 стих. Иисус взглянул и увидел богатых, клавших в сокровищницу. То есть, я беру места, где Господь взглянул и что за этим следовало. Взглянул, у людей было всех. Ну что она положила копейку? Общее мнение одно было. А богатство. Вот ясное дело, вы видите, какие купюры там заталкивают. А Господь взглянул, говорит, она больше всех положила. За взглядом Христа сразу же следует освещение обстановки и иное мышление. И весь мир теперь знает, где Господь взглянул, там все по-другому. Вдова положила больше всех. Поэтому, как Тавид говорил, много у тебя, по-многому жертвуй. Мало у тебя, вот у нас ящик. Не забывай каждый раз и по-малу жертвуй. Бог что делает так. Мы начали это дело сейчас рассылать, а книга по всем епархиям уже послали. Мы дали знать. Теперь по всем здесь надо. Это тоже какие-то средства, на конверты люди трудятся. Почему? Это свидетельство. Наше свидетельство о любви Божией. Лука 22.41 И взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово свое, как он трижды отрекся. В душе может быть полная тьма до времени, пока Иисус взглянет. Петр согрешил, трижды отрекся и стоит. Но вот только глянул Господь, и сразу он все вспомнил. И Давид постоянно говорил, призри на меня, зри на меня, увижь меня. И об этом надо научиться молиться, чтобы ходить перед лицом Божиим, чтобы Бог нас видел и просвещал, чтобы наложил узду на язык, не сказать слова, которые будут неповторимы. Если ты скажешь, в церкви нет благодати, а в этой церкви находится, может быть, 20 миллионов, и ты осудил сразу 20 миллионов. Ты осудил сразу тысячи священников, которые перед престолом стоят. Ты маленько вдумайся, а говоришь, никого не судите. Как же это? Мы говорить должны о том, чтобы исправить. Пророки-то, когда обличали Израиль, они ни одного слова буквально не находили, как Исаия. Они громили их, это за беззаконие священников. Но ни один не сказал, пойдемте к пелестемлянам, будем тогда служить там, пойдемте к амонитянам. Когда читаем книги Маковейского, прислали первосвященника еврейского, в нем ничего, говорит, не было, кроме зверонравья. Такой зверонравный был. Но от него никто не отошел. Потому что до времени, пока Господь терпит, терпи и ты. 1 Коринфянам, 1 Сарс, 25-17. Здесь говорится о том, как один человек на вал оскорбил слуг Давида, когда у него стригли овец. А Давидовы слуги пришли, попросили, что-нибудь тоже уделили от своих щедротцев. Они рядом были, и благодаря Давыдовым воинам не было там грабежа. Слуги это узнали, и пришли к Авеге и говорят. И вот он их прогнал. И теперь нам угрожает беда и всю дому твоему. А сказать хозяину нельзя, ибо он человек злой и не любит, когда говорят с ним. Я нахожу, что это тоже касается нас. Иногда к человеку просто подойти невозможно. Столько зла сразу начинает говорить. Нельзя говорить, ты подумай, что. Что сделать? Он нас сразу нагрузил, а ослов, вязанками, изюмом, вышел навстречу, к Давиду, упал, а перед ним, прости меня. Это я не досмотрел, он злой, он оскорбил. А Давид сразу 300 человек пошел, вырежу все их. Вот сейчас я гляжу, это же самое состояние. Недоброе это дело, вот еще никакого соединения нет, отсоединяются, куда-то уходят, отделяются. Чего ради? Никакого сопротивления не оказали. Вы говорите, московская патриархия не такая, и я говорю, не такая. Вы говорите, что Сергий предал. Да, предал. Ну все так. Почему вы уходите-то, почему разбегаетесь, и сказать ничего нельзя. Какое место Писания не возьму, он об этом говорит. А наоборот, бы сейчас консолидировали силы, все вместе писали, говорили. Смотрите, тормозиться с этим объединением, там все еще не заставляет патриарха поминать. Хотя мы на это пошли, кроме слова нашего-то. Мы должны молиться. Я каждый день молюсь о патриархии, каждый день о Папе. Потому что мне это указано. Молитесь за начальство еще, хадичие благодатные, за царей Павел говорит. Так за царей-то молиться, ни одного же царя не было в то время верующего. А ты молись? Так Тимопею, читай, 5 глава, 2 стих. Только молись, твоя крайняя обязанность. Ты на руках молитву должен нести их. Плач Иеремии, 1 глава, 11 стих. И вот весь народ воздыхает, ища хлеба, и отдает драгоценности за пищу. И возри, Господи, и посмотри, как я унижен. Мы должны увидеть, что в церкви не проповедуется Слово Божие. Нет духовного хлеба. Возри, Господи, как православные унижены. Какие сектанты богатые. У каждого Библия адвентисты, пиесиатники, все проповедуют. А тут пастырь, имеющие благодать, рукоположение, они не проповедуют. Возри, Господи, это же молитва для нас. Возри, посмотри. А чайми твоим просвети сердце людей, чтобы патриарх забеспокоился. Чтобы митрополит, наш митрополит, ничем не лучший епископ. И точно так же проповедит, а нет. Плач Иеремии, 5, 1. Вспомни, Господи, что над нами совершилось, и призри, и посмотри на поругание наше. Это наша молитва. Православные везде разбегаются. С любым сектантом поговори, его не сколебнешь. Он стоит, что-то доказывает и прочее. У него закон, он его знает. Сегодня пришла газета, один там в Испании. Женился и опять развелся. У него 201-я женитьба. Он говорит, я профессор по женитьбам, мусульманин. Но я, говорит, ни разу не нарушил Коран, точно по Корану. Ну и правда, больше 4 жены у меня, говорит, ни разу не было. Ну, представь, 201-я жена. А чтобы развесеть, у них просто вышел на улицу и 3 раза крикнул, чтобы кто-то услыхал. Я развожусь. 3 раза крикнул, она должна в этот же час с дома собрать и уйти. Еще на ней было. Ничего собираться нельзя. Закон, Коран такой. У них закон есть, они по закону. Православные спроси, когда можно разводиться. Они даже не знают. Только в одном случая. В одном. А сегодня при живых женах венчают в одном храме несколько раз. У них свой закон, но они по нему и отвечать будут. Перед Богом-то. Итак, чтобы узнать, что мы получаем от Бога, вот на сегодняшний день, мы должны попросить Господа, чтобы наше сердце было освящено Его присутствием. Когда Господь увидел этого бесноватого, то Он взглянул на него. И Он увидел там не болезнь психическую, что Он тут где-то на луговой на учете стоит, а Он увидел там целый легион, которых люди не видели. Люди видели, что Он раздетый, что бьется о камни, что трудно по твоей местности пройти. Люди видят внешнее. И они не понимают, что за этим кроется другое. Если сегодня человек не покоряется решению церковному, а мы просили Бога, мы молились, я думаю, ну как тогда молиться, если ты даже не верил. Я вот все принял, что в соборе было принято, я все принял как от Бога. Мне не нравится, как было. Но мне нравилось, что они начинали там, там, франциска молитва и литургия. Я вам говорил всегда, мне это очень близко все, что выступил там один, который все по порядку рассказал из истории церковной. Там Николай Савченко, священник из зарубежной церкви. Так, но если они сейчас что-то будут делать с нами, они будут делать не по решению собора. То есть мы еще будем ходатайствовать, говорить, мы подчинились. Если так же будет как везде, то есть мы подчиняемся своему митрополиту, мы его поминаем. А тот подчиняется там патриарху или, ну чтобы заодно было. И когда сегодня говорят, что не надо соединяться, это тоже неверно. Но не с ними надо было соединяться, а просить, чтобы они изменились. Надо взглянуть сначала на это дело-то. Все ссылаются на 362 указ патриарха Тихона. Он не имеет силы сегодня никакой, потому что там было написано, доколе не падет коммунистическая безбожная большевистская власть. Она ушла, ее нету. Вы понимаете, приказ потерял всякое уже основание. На него нельзя даже опираться. Сегодня единственное, на что мы можем опираться, на то, что, когда пришли на объединение, то в доме оказались не те, а потомки. Потомки, это же не те, которые тогда оставались в России, а которые от них народились, которые с предателями соединились, которые народили новое поколение, которое во всем поступает как враги, сказали, вот о чем надо говорить-то, а не о том, что они потеряли благодать. Итак, чтобы без основания не коснулось нашего ума, мы и будем просить Господа, взгляни, Господи, освети и соблюди нас для Царствия Твоего. Аминь.